Всем привет! Всем привет! Всем привет! Вчера Максим очень сильно не хотел идти в садик, а сегодня аж сам папу разбудил, чтобы поехать в сад. Вот какие у него достижения. Перепады настроения, да? Да, я, говорит, очень сильно хочу в садик. Ну и вот, мы поэтому прям с радостью туда едем. А мы приехали в магазин, называется он Моба. Мы приехали Свете купить браслет, потому что он у него сломался, когда мы были в аквапарке. Да, в аквапарке пока были, как-то он каким-то, короче, загадочным образом браслет сломался. Да, я покажу. Я вообще не знаю даже, как он так мог сломаться. Вот он на руке у меня вот так вот прицеплен, все как бы. И вот так вот он сломался. Вот. Ну это мы когда на горках катались. Видимо, как-то, видимо, нажало или что. Ну, короче, надо новый браслетик купить. Видимо, Света, короче, видимо, каталась, очень сильно вцепилась во что-то. Крепко держалась, конечно. Да, и он, короче, у нее сломался. Вот, а мы приехали сюда, потому что здесь, ну, все дешево, если кто-то не знал. Телефоны в ремонты там отдавал, знаете, ну, что-нибудь такое, да. Там ценники, я хочу сказать, что все, кто делает телефоны, где бы это бы ни было, они все делают их, покупают запчасти именно вот здесь. То есть здесь они стоят 3 копейки, а продают их потом вам в 3 дорога. Вот. Здесь есть все, кнопки, микрофоны, там, все, что хочешь, любые вообще запчасти можно заказать, если нужно. Стекла, вот стекла на телефоны стоят вот 50 рублей, ну, там, 50-100 рублей стекла на телефон. Ну, я имею в виду защитное. То есть экраны, продается здесь все, кнопки, все, что угодно, короче, можно здесь купить. Вот. Можно подобрать, то есть, ну, взять с собой, да, и такую уже там что-нибудь подобрать. Там целый журнал у них есть, там, все приклеено, все кнопки, там, всякая фигня. Можно купить. Все это стоит, там, микрофон, например, там, на телефон стоит 15 рублей, там, 20 рублей, то есть динамик, там, стоит 50 рублей. То есть, ну, вот такие ценники, то есть, а когда приходишь в мастерскую, да, там, типа, ну, ремонт, там, вот такой вот, типа, там, да, и вам о том говорят, динамик, ага, 500 рублей. Он приезжает сюда, покупает его здесь за 15 рублей, вам за 500 его вкидывает просто. Вот так у нас работает все это дело. Да? Ну, сейчас пойдем, посмотрим, продаются там такие ремешки или нет. Если нет, то здесь еще рядом есть один магазин. Давай сначала сюда зайдем. Да, ну, здесь такой ремешок будет стоить, я прям, мы почему приехали именно сюда, потому что здесь все стоит дешево, и я уверен, что он здесь будет стоить, ну, максимум 100 рублей. Сейчас зайдем, посмотрим. Если нет, то здесь рядышком есть второй магазин. Кстати, если что, это находится, ну, моба, в принципе, можете забить, она у нас, по-моему, одна или две в Красноярске. В Новосибирске, кстати, есть, кто оттуда нас смотрит. Там у вас тоже этот магазин есть. Там тоже все стоит 3 копейки. Вот. И сейчас зайдем, короче, посмотрим. Если нет, то в соседей магазин зайдем. Находится это все дело на Вавилово. Вавилово 2А, по-моему. Ну, в принципе, в ГИСе можно вбить, и там все найдете. В Моби не оказалось, идем на другой магазин. Сейчас там посмотрим, может, есть. Если что, там купим. Да, в Моби почему-то, короче, нет. Но она говорит, у нас лемешков не было никогда. У нас погода классная, кстати. Солнечное. Здесь это солнышко, мы опять не светили. Потому что утро, и поэтому кажется, что холодно, а днем-то тепло будет. У нас постоянный ветер, короче. У вас что-то не заметило, да? Вообще, постоянный ветер будет. Да, с утра до вечера каждый день. Сошли мы в магазин. Выбрать ремешок. Ремешок так и не выбрали. Почему? Выбрали ремешок. Но хотели его... Но не стали его покупать. Да, хотели его покупать, но решили купить новые часы лучше. Знаете, гребешок лучше сейчас взять. У меня мои вот эти часы, они очень плохо связываются с айфоном. Вот. Ну, они вообще как бы не работают вместе. Они не связываются, да. Они, в смысле, не работают вообще. То есть, они раньше работали, а сейчас пропали уведомления. Обновление вышло на Nefit приложение. И все. И больше они не работают. А это после обновления, да? Угу. А я думал, они, может, чего-нибудь упали там. Не. Куда они упали? На руке держатся крепко. Ну, мало. Вот. Ну и, короче, мы решили такие... А там вышел... Это вот у Светы четверка была. А потом пятый вышел. Четверка с NFC вышла сначала. А потом пятый вышел. Потом шестой вышел. Вот. Шестой вышел два месяца назад. Мы сейчас зашли в магазин. Вот шестой лежит. Мы так что-то посмотрели, посмотрели его. Ну и думаем, наверное, его взять, короче. Да и все. Ну да, почитали все про него. Посидели пока тут в машине. Все пишут, что нормально уже работает с айфонами. Ничего там не отваливается. Да, на сайте 4PDA почитали. Это вот хороший сайт. Кто, если не знает, можете там про технику, про всякую читать. Там это классный сайт. В том плане, что там есть. Если что-то где-то нужно, какие-то программы, там все. Там все можно найти, короче. Всю инфу. Как с английского, там, ой, с китайского. Там языка что-нибудь смартфон переделает на русский, там. Ну все это дело про пылесосы, про всю технику, короче. Там это сайт для техники, там все есть. Вот. И мы сейчас зашли, почитали. Они есть с NFC, а есть без. Ну, так как, вот, у меня часы, да, вот эти вот. Они с NFC. Это Apple Watch. Вот. Естественно, они работают, там все четко, да. Но я им не пользуюсь NFC, в принципе. В первое время там радовался, так пользовался им. Да. А потом как-то, ну, NFC как-то, ну, в часах не нужен. А вот эти Mi Band, получается, шестое, шестерка. Они идут с NFC и без NFC. Ну, что-то с NFC мы не нашли. Вот. Но у них есть момент один такой, вот, на 4PD Max как раз и прочитали, что они идут на английском и китайском языках. То есть, и NFC пока еще не работает. Короче, это вообще какая-то, зачем их за нужно? А без NFC, он из коробки идет сразу на русском языке. Поэтому мы так подумали, но NFC, в принципе, не нужен, потому что, ну, вот, как показала практика, им не пользуются. Ну, и тогда зачем он туда нужен? Вот. Ну, и сразу на русском языке он идет, поэтому будем брать без NFC. Ну, и, короче, будем брать, да? Ну, да, наверное, возьмем. Часы. Они, как бы, не сильно дорогие. Не как и Apple Watch. Поэтому можно взять. Кстати, вот прикол в том, что вот Apple Watch у них написано, что можно погружать в воду, там все водонепроницаемые они. До 50 метров. И вот Mi Band тоже до 50 метров, типа, влагозащита у них там или как, что-то, короче, такое. Ну, вот эти два понятия, они разные, как оказалось. И вот, короче, ну, написано, что до 50 метров можно погружать в воду. Но я их ни разу вообще не мочил. Потому что, как бы, ну, вот Mi Band, Света, им в баню везде ходит, им ничего не делается. Им в бассейне везде. Да. Им ничего не делается. Ну, и, как бы, знаете, ну, они стоят трешку. Ну, как бы, там, ну, если они вдруг сломаются, как бы, ну, хотя бы будет не так сильно жалко. А вот Apple Watch я не хочу мочить, потому что, если они сломаются, то, как бы, я их новые уже не куплю. Ну, и в чем весь прикол Mi Band, он и не ломается в воде, ему вообще хоть бы чего. Здесь, ты видишь, просто дырки есть, там под динамики, под все. Там-то, видишь, сплошной просто идет он, и все, там не дырок. Вообще вода никак внутрь не выпадет. Поэтому, в принципе, да, тут логично. А эти, мне кажется, могут сломаться, поэтому, поэтому я их, короче, не мочу. В баню можно и без часов, как бы, сходить, поэтому я считаю, что можно и снять. У нас еще один момент встал. Мы сидим такие и думаем, вот, они стоят на 500 рублей дороже. В M-Video, там, в Eldorado, в CityLink, еще где-то не помню. Короче, не важно. Ну, в таких крупных магазинах, где, ну, скорее всего, там подделки, ну, быть не может, я так думаю. Ну, не может, а, ну, нету смысла, да, таким именем, да, как бы, ну, и подделкой заниматься. Вот, поэтому это бред. И есть магазинчик тут, как бы, рядышком. Он такой, ну, тоже сеть, как бы, ну, такая она. Вот, всякие китайщины занимаются они. И у них есть тоже этот браслет. Он у них стоит на 500 рублей дешевле, чем везде. И вот мы сидим и думаем, перевлатить 500 рублей и купить, ну, стопроцентный оригинал. Или купить здесь, ну, вроде как, тоже оригинал. Ну, черт его знает. Ну, это не точно. Ну, да, как бы, вот так. Вот сидим и думаем, что нам лучше сделать. Да, мне кажется, у нас тут подделка будет. Ну, вообще, китайцы, вот, у них, допустим, если что-то хорошо идет, да, вот, ми-бенды эти хорошо берут же. Ну, они только вышли, мне кажется, их еще нету подделок. Ага, подделку еще раньше делают, чем этот, чем оригинал. Может, уже подделка продается во всем. Поэтому, вот я тоже не знаю, как лучше. Просто мне этот магазин не вызывает доверия, как бы, я же сказал. Ну, давай тогда в нормальном магазине купить. Вроде 500 рублей, да, ну, как видишь, она тоже, тут такая штука, понимаешь, отдашь 500 рублей и будешь спать спокойно, да. С другой стороны, 500 рублей тоже, как бы, отдавать не хочется, просто так. Ну, по сути, да, ты ту же самую вещь купил, просто, ну, грубо говоря, просто так отдал, получается. Ладно, давай мы сейчас подумаем, а то, может, тут наболтали просто на полу-влоге. Мы сейчас приехали в атмосферу дома. Здесь есть ДНС, и мы хотим посмотреть. Там часы, короче, Нибенд 6 и Гонор 6. И Гонор 6. Вот, хотим, короче, сравнить их, Нибенд 6 и Гонор 6. Потому что, короче, мы начали сидеть, ну, мы такие, чё с бухты барахта-то брать? В машине, короче, упали, давай сидеть обзоры на них смотреть. А там ещё такая приколёха, короче, там чувак начал рассказывать, очень много воды льёт. И, короче, он сам не знает, ну, чё показывать, короче, он говорит, ну, я сам не знаю, он прям так и говорит, в принципе. И там кто-то комментарий такой интересный ему написал, типа, я сам не знаю, короче, ничего, не подготовился, но ролик вам всё равно запилю, короче. Да, он написал, что надо было так видео назвать. Ну, мы так убирали с этого комментария, вообще, капец. Там чувак реально, буквально не знает и просто такой, чё-то там говорит, говорит, ну, это ладно, как бы, мелочи всё. Ну, и мы решили такие пойти и сравнить, ну, вживую, посмотреть это дело, что сейчас этим мы будем заниматься. Ну, а то у Светы просто часы сдохли, ну, не сдохли, в смысле, они же не это, не подключаются к телефону теперь. Да, это очень плохо. Такая функция хорошая, когда кто-то звонит, и ты видишь, что часа. Когда я звоню, Света, короче, трубку не берёт. Вот. Ну, в общем, ладно, надо маску одевать, так что сейчас подойдём и будем сравнивать. Ну, что мы хотим сказать? Мы пришли сейчас в ДНС посмотреть, а они на складе у них есть, а выставочных образцов у них, к сожалению, нет. Мне кажется, у нас такой самый интересный магазин для таких дел, чтобы просто прийти и посмотреть, это М-Видео. Потому что, допустим... Там можно посмотреть всё абсолютно. Потому что технику Apple, ну, вскрывать же нельзя, типа. То есть у них в основном везде идут, во всех магазинах, то есть запечатанные полностью коробки. Вот. А в М-Видео у них можно посмотреть вообще всё. Даже Apple можно вскрытый. То есть, пожалуйста, подходи, смотри, у них специальные столы отдельно стоят, где именно продукция их не продаётся. То есть можно всё посмотреть. Ну, а тут какой-то жалкий браслет, поэтому... Я думаю, в М-Видео стопудово он есть, выставочный образец, имеется в виду. Поэтому мы же направляемся туда и смотрим там. Ну, Света посмотрела SE-шку версию. Она, типа, ну, маленько подороже, ну, типа, она постарее, но, типа, у неё функционал получше. Она примерно такая же, нам сказали, что так же выглядит. Ну, то есть по габаритам имеется в виду. Ну, вот Света посмотрела, мне вот больше понравился этот... Honor. Honor, да. Сейчас мы, в общем, придём в М-Видео, чтобы можно было посмотреть и ту, и ту модель на руке. И вам заодно покажем, возьмём какую-нибудь из них. Ну, и там потом в комментах напишите, какая вам тоже больше понравилась. Мы уже съездили в Эльдорадо, мы уже съездили в М-Видео. Ну, сначала Винни, а потом в Эльдорадо. Нашли мы этот Honor Band 6. Посмотрели его, нам он понравился. Вот. И сейчас Света будет себе его брать в Ситилинке в итоге. Потому что только здесь он остался, и вон всего одна штука. Пойдём. Оплачивать. Забрали мы товар наш, наконец-таки. Покажи коробочку хоть. Коралловый розовый цвет. Такая вот коробочка. Давай, вскрывай, посмотрим, чтобы он целый был там, всё нормально. Да, ну, не может такого быть. Во. Ну, вот они розовенькие. Были вот такие розовые, чёрные и серые. Ну, в общем, из всех вариантов, мне больше всех розовых понравится. Ну да, розовые самые нормальные такие, ну, для девушки. Были бы беленькие, я бы белые взяла. Ну-ка так, на руку прикинь, посмотрим сейчас. Сейчас надо установить приложение здоровья. Да, такие вот. И всё, и поехали, да? Как они включаются? Во. Сразу можно ездить, наверное, я думаю. Вибрирует, да, там чё-то? Нет, ничего не вибрирует. Польский, украинский, там чё-то английский. Русский где? Да, есть, тут русский тоже есть. Чё, не одеваешь? Долго, да? А он мягкий, непривычно так. У меня же такой прям жёсткий был. Так, а вот русский, ага, есть. Так, загрузи приложение. Здоровье приложение надо загрузить. Ну ладно, давай, наверное, мы пойдём. Давай дома это уже будем разбираться. Так они всё вроде работают, целимся, да, всё нормально. Всё, погнали домой, дома будем разбираться. Мы заехали в метро, ещё мы забрали Макса. Ещё я уже разобралась со своими часами. Много дел переделали, вот только сейчас начали снимать. Да, мы долго не снимали что-то, потому что мы приехали. Домой с часами пока разбирались там маленько. Дома прибрались, короче, поставили размораживаться, покушать. Да, ну и... Короче, что-то некогда было. Туда-сюда пока там ещё плюс. Там с компом надо было разобраться. Как-то так, короче. В метро мы приехали, потому что Коля захотел креветочки. И здесь они по акции, поэтому мы сейчас посмотрим, какие они. Если крупные, то возьмём. А если маленькие, то брать не будем. Света пошла ещё сливки посмотреть в холодильник, а я не пошёл, потому что я капец как тут замёрз. Тут так холодно, что просто обалдеть. Я пошёл кролосанчики посмотреть. Блин, они не по акции. Очень плохо. Я вот такие беру обычно. Такие. Они стоят 103 рубля. Блин, не пойдёт. Сейчас хотя посмотрю, может быть, всё-таки возьму. Креветки посмотрели. Не нашли мы те, которые были по акции. Коля, я смотрю, уже взял рулет себе, пока мы с Максом в холодильник бегали. Так вам что, одного не хватит на двоих? Или каждому надо пару лет? А я взяла вот такие вот сливки. Петмол 33% для взбивания. У них сейчас скидка 50%. И они стоят 148 рублей за 500 миллилитров. Ну, 500 грамм написано. У нас такая проблема на данный момент. У Макса кроссовки вот эти постоянно развязываются. Шнурки. Да, даже воспитательница тоже нам сегодня сказала вечером. Да, и мы посмотрели. Короче, в спортмастере есть скетчерсы. Кроссовки хорошенькие. Они на липучках такие. Две липучки. Сейчас, наверное, поедем. Короче, возьмём его. Потому что он постоянно мучается с этими шнурками. Вообще жесть. Да, и он сам не умеет завязывать его. Нужно завязывать ему. Постоянно просят всех. И воспитателей, и нас. Нет, пряники. А, рулевки? Да. И про усанечки, да? Ну, я почувствовала. Максим, эти пряники надо выбрать, чтобы нормальные были. Ну, пряники, а не это. Если брать, потому что пока может быть у него болеть. Я не советую. Коля не советует. Всё? Взяли? Да, всё, пойдём. Пойдёмте на кассу. А мы приехали в следующий магазин. В Комсомол. Торговый центр у нас такой есть. У Макса опять шнурки развязались. Мы уже идём в магазин, который называется Спортмастер. Там сейчас Максу возьмём кроссовки, скетчерсы. На сайте у них увидели. Классные. Максу очень понравились. Сейчас их посмотрим вживую. Если понравится Максу, то возьмём. Кстати, здесь народу не сильно много. Я вон сзади них, короче, еду задом. Так побаловаться маленько. Смотрите, какие палаточки маленькие. Это типа оно, чтобы можно было посмотреть, как она выглядит. Типа там рукой полазить, я не знаю, да? Скрыть. Ну, открыть и такой глянуть. Вон, какая большая есть. Прикольно, да? Такой хоп, залез. Чик такой, ага. Нормально, в принципе. Можно брать. Вот, смотри, какая. Ну, ещё большая. Ну, да, вот тоже. Прикольно, да, сделали, что можно посмотреть наглядно. Вот, мы нашли эти кроссовки. Смотрите, какие они классные. Вот, скетчерсы. Короче, они вот так вот наступают на них. Сейчас. С какой стороны, это вот эта, но, видимо, так не получается. И вот они вот так вот мигают. Сейчас мы посмотрим по размеру, нам, чтобы подошли нормально. Не знаю, поменьше, видишь. Это сильно большие? Да. Я их могу снять, даже если они застёгнуты. Надо, значит, меньше посмотреть там. А там ещё я сейчас покажу, смотрите, какие майнкрафтовские. Где-то я их видел. Вот, вот, прикольные такие. Как из майнкрафта. Так, Макс мерит размер меньше. На два даже размера меньше, потому что нету на один. Это 27,5. У него палец получается. Ну, прямо, короче, вот здесь где-то. Ну, они его прям, походу, ну, прям впритык, да? Ну, чуть-чуть там есть запасик, может, сантиметр, и всё. Можно построить в других магазинах. Ну, давай посмотрим. Не, мне эти нормально. Нормально? Да. Решили мы поехать в следующий спортмастер, в другой, взять, чтобы на размер побольше. Да, там есть, получается, вот в ещё одном спортмастере есть размер больше. Такой же и больше размер есть. Вот. Поэтому мы возьмём, ну, туда съездим, лучше просто померить, чтобы оно уже точно выбрать. И вот эти вообще кроссовки, Максим говорит, что они ему вообще прям понравились, они прям классные, но они реально. Он говорит, они очень лёгкие, прям комфортно в них ходить. Они видно, что классные в них, и реально скоплодолы комфортные. Просто он, когда ногу туда запихал, я вот так вот палец, например, сзади уже не могу просунуть, уже очень туго. То есть ему надо на размер больше, эти маленькие. Ну, всё, пойдём туда посмотрим. А тут, а тут могу. Смотрите, какой тут лифт прикольный. Ну, так вот, держи, сейчас мы спустились. Знаете, где кнопки? Вот. Вот так вот он спускается. Знаете, где кнопки? Классно. И вот мы спустились в аквариум просто с рыбками. Макс идёт нам всю дорогу, говорит, что надо, короче, обязательно сейчас зайти и купить эти кроссовки, потому что они ему вообще капец, 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 как понравились. Поэтому мы ему сказали, что сейчас в другой магазин заедем, просто там размер другой есть. Он говорит, нет, я идти хочу и всё. Он просто подумал, что мы, типа, ну, другие какие-то хотим кроссовки купить, а мы просто в другой в спортмастер сейчас поедем. А я хожу себе кроссовки, смотрю какие-нибудь. Что-то ничего путнего найти не могу. Ну, всё такое какое-то непонятно. Ещё и ценники такие вообще, как в Голливуде. Света тоже куда-то ушла, что-то я их не вижу, блин. С тех пор истерялись. Вот такие вот берём. Это 28,5 размер. Вот Максу они хорошо. Мам, поставь пальцы у меня вот тут. Ну-ка, Максим, дай-ка. Пальцем пошёл. Ну, вот эти нормально немножко. Да, вот эти, да. На вырост. И сзади как раз прям один палец проходит хорошо. Ну-ка, топни ногами. Макс, короче, уже одел кроссовки, всё. Он уже не может. Да, Максим? Не может налюбоваться. Ну-ка. Нет, нам дальше. Он говорит, что они, короче, капец какие удобные ему. Вообще прям, ему прям капец-капец как нравится. Они хоть и к Лаксе лёгкие. Лёгкие, да? Удобные, да? Да, у меня же тоже скетчерсы кроссовки есть. Они тоже лёгкие, капец удобные. Как будто босиком ходишь. Ну, не, ну вот эти классненькие. Ну-ка, стой, Максим. Они застёгиваются, так вообще удобно. И всё как бы, ну, супер вообще. Такие современные, да? А мы решили заехать здесь купить креветок маленечко домой, покушкать. Вот. Приехали. Сыр, колбаса. Просто в ленте хотели взять, там по акции нету. Здесь они подешевле маленько, поэтому заехали сюда. Да, ну и здесь на разновес можно взять, сейчас возьмём килограмм. Ну, или там, посмотрим, короче. Маленько сейчас возьмём, так, поужинать. Вот это всё, что мы взяли в том магазине. Мяско ещё вот. Мяско из сырка взяли. Такая штучка у нас вышла на 177 рублей. Кстати, это получается намного дешевле брать такие, ну, в этом магазине. Сыр, колбаса, случайно, Чайковского он находится. А нежели, вот мы брали Бимовскую за 200 рублей по акции. Там кусочек-то, господи, вот такой. Здесь вон, большая такая. Ещё взяли сырка. И взяли креветок. Последние забрали, всё, что было, вот у них, короче. Здесь маленько не хватает. Ну, это вот последние, короче, забрали мы у них. Сейчас будем всё это дело готовить. Света там уже что-то делает. Курочку будем жарить. Да. И я сейчас буду чистить картошку. Вот. Света сейчас будет там курочку мариновать. Ну, и всё, надо креветочки замариновать там их. Это мы будем жарить, короче. Я думаю, будет офигенный сегодня ужин у нас. Сейчас мы быстро-быстро будем всё готовить. Так вот, учуял мясо. И ходит просить теперь. Выпрашивает. Да? А, рыжик. Ах ты. Ах ты. Какой, а? Такой вообще у нас. Он уже такой большой стал, вообще капец. Такой. Он в каждом днём растёт, как быстро. Такой мощный уже, мощный такой, вообще капец. Прям того и глядишь. Задавит скоро. Да? А, ты. А, ты. Курицу готовки будем делать. Да. Рыжий. А, рыжий. А ты, рыжий. А, рыжий. Рыжий. Я уже почистил картошечку. Света уже даже её порезала. У нас тут уже... Вот игурочка маринуется тут. Вот, уже лист намазала, да? Да. Уже всё готово практически. Да. Надо кастрюлю, кстати, отсюда убрать. Это у нас баня. У нас тоже баня горячая. Наконец-то. Да, можно помыться, а то мы не мылись уже две недели. Как бы, ну, хотелось бы. Вот. В общем, кастрюльку надо убрать. Всего нам больше пока не пригодится. До следующего отключения горячей воды. Мы в ней кипятили воду, чтобы мыться. Это вообще жесть какая-то. В 21-м году кастрюльки кипятим. Реально, мне кажется, ни в одной стране такого уже нет. И вот наши ребята здесь плавают. Сейчас они... Ну, они уже наплавались, в принципе, уже мягенькие. Сейчас будем их там как-то мариновать, короче. Не знаю. Света в этом деле. Шеф-повар сейчас скажет, что делать, короче. Да, шеф-повар? Ну, почистить надо сначала. Вот. Сейчас супер-пупер ножами будем. Все будет сейчас быстро изгодить. Думаешь, да? Надо, кстати, плиту поставить разогреваться. Да, духовку. Духовку, да, потому что уже надо это. Короче, быстрее все делать. Есть охота. Просто, знаете, я бы сейчас слона бы съел. Прям капец, как есть охота. Там просто, просто. Все, сейчас будем, короче, вместе с Светой будет показывать, как креветки эти чистить будем. В смысле не чистить. Чистить-то я знаю как. Там, чтобы их замариновать, панцирь не надо снимать. Там как-то вот здесь вот, что показываю, непонятно. Вот здесь вот как-то разрезается, короче. Короче, в общем, Света сейчас все покажет. Там, то есть, ну не полностью надо, панцирь не надо снимать, чтобы пожарить. Короче, как-то вот это так все происходит. Сейчас Света будет показывать. Кот, Коко, что ты опять нашел? Ну, опять что ест. Опять с пола что-то собирает. Опа. Вода, да? Ммм, как вкусно. Че? Замарался что-ли? А? Кот. А, кот. Вот ты. Вон это, у меня руки мокрые. И вон, короче, это. Вот, сидеть, сидеть. В общем, вот так это происходит. Вот, получается, Света отрезает головеху. И вот здесь так разрезается. Вот, видите? Вот так вот. Очень всем приятно, особенно если кто-то кушает. Что такого-то, да? Вот разрезается вот так вот по это. Сзади, короче. И все, и потом будет мариноваться прямо вот так. И так же в корпусе будет жариться. В корпусе. Ну, в панцире. В корпусе. Какая разница, все ж пони, о чем я. Ну, я же самое главное это не сказал. Когда вот так вот они пожарятся сейчас. Будет так вкусно. Просто до такой степени вкусно, что можно язык проглотить. Вот прям, честно. Вот попробуйте, будет вообще прям муа. Просто обалденно вообще. Попробуйте почистить. Попробуйте почистить сначала. Это будет вообще очень круто. Да, закидывай курицу. Все, надо закидывать курицу. Тот, кто нас давно смотрит, уже знает, как я мариную креветки. Здесь один зубчик чеснока. Я его натерла на терке. И просто вот соевый соус немножко. Сейчас все это перемешаю хорошенько. Оставлю минут на 15 и можно жарить. У нас тут уже курочка с картошечкой готовится. Золотятся. Кот пришел на ароматы. А что с папними? Они растаяли. А когда они растаяли? Они на солнышке лежали на комоде. Кто-то их туда принес и оставил. Ничего себе, мои вафли, блин. Кто-то на комод принес. Так, у нас здесь осталось 18 минут приблизительно. Поэтому мы сейчас начнем жарить креветулечки. Да? Давай, давай. Давай. Я уже прям вот просто, понимаешь, я уже все. Я уже стою просто здесь вот так. Вот, сейчас уже вот. Я сейчас упаду уже просто в оморок. Я так хочу есть. Вот, вот, вот. Один в один, да. Тут уже, наверное, может, коту тоже, походу, плохо. Смотри, как он туда смотрит. Как нас не кормят, правильно? Давай уберем эту кастрюлю. Она чистая, там просто вода была. Конечно, просто я вот, конечно, я не знаю, как это убрать. Вот туда, вот остав туда, в самый дальний угол он там стоит. Так, а я сейчас достану. Да, сначала все достать. Достану сковороду и буду жарить. Буквально минутки по 2-3 с каждой стороны и не будет очень вкусно. У нас такой вот ужин вкусный-вкусный будет сегодня. И я просто вообще-то кустил. Обалдеть. Я сдаю только у меня 2 пакета. Думаю, ладно, хоть 2, хоть не 3. Мы с Максом не любим крепкий чай. А ты любишь, поэтому вот тебе 2. Персик пришел. Тоже там у него. Овсянка его любимая. У нас залетела какая-то штука. У нас окно было открыто. И залетела какая-то штука. Ну, непонятная. Типа мотылька какого-то, что-то такое. И возле лампочки там крутится, крутится. Вот так вот она ниже, ниже, ниже спустилась. Света принесла кота. Кот увидел эту штуку. Все. И вон так вот головой аж вот так вот за ней, короче. Ну и в итоге она прям низко-низко спустилась. У нее сидит, смотрит, смотрит. Ну, короче, что-то не стал ее ловить. И она, короче, у нас куда-то ушла. У тела как. Вот. И все. И, короче, она, ну, где-то там потерялась. И на свет обратно не летит, короче. Все. Нету. И кот теперь, я пришел в зал. Он на свет на лампочку смотрит такой. Меня увидел такой. Мяу! Мяу! Типа, дай игрушку обратно. Че забрал, да? В общем, будем и кушать. Всем тут тоже кушает. Всем приятного аппетита. А мы будем на этом наше видео заканчивать. За таким вот вкуснейшим столом просто. Да. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставить лайки и писать комментарии. Комментариев стали писать очень мало. Пишите как можно больше комментариев. Интересно их читать. Смотреть. Кто что пишет, кто что думает. Всем пока. Всем пока. Всем пока.